Варианта мотор спереди. Подавляющее большинство автомобилей свыше 95%, будь то отечественные, европейцы, американцы или азиаты, именно такие. Заднемоторное расположение. Это когда двигатель находится над или за задней осью автомобиля. Это как на всем известных запорожцах, фольксвагеновских жуках, чехословаских татрах и старых фиатах. И, конечно, среднемоторная компоновка, которую часто путают с заднемоторной. Двигатель при такой схеме располагается или посередине, или частично над задней осью на месте второго ряда сидений. Поэтому машина, как правило, двухместная. Все три компоновки используются до сих пор. Давайте разберемся, почему. Классика. Конечно, это технологично хорошо для развесовки. Она подходит для моно и полного привода, и для любого класса авто. Заднемоторный вариант. В первую очередь для машин, которые любят хорошую дорогу. У них, как правило, очень шумное воздушное охлаждение. И привод чаще всего задний. Такая схема не потеряла свою актуальность и сегодня. И встречается не только на спортивных Porsche, но и на обычных автомобилях. Например, Smart 4T и на новых гибридах Renault Twingo 3, BMW i3. Мотор расположили сзади, обусловливая это лучшими характеристиками при разгоне, что было очень важно для спортивного автомобиля. Среднемоторники – это, как правило, спорткары. У них настолько мощные, а значит и большие двигатели, что вместе со всем оборудованием не помещаются спереди или сзади. Поэтому их и устанавливают практически внутри салона. Здесь все отдано скорости и динамичности. Эти машины либо полные, либо заднеприводные. Очень дорогие, часто выпускаются ограниченными партиями. Как Lamborghini Veneno, McLaren P1 или Koenigsegg CCR. Исторически сложилось, что гоночные автомобили, которые выступали на формульных и на гоночных треках, обладали центральным расположением двигателя. Это обеспечивало идеальную развесовку по осям и придавало великолепную управляемость на трассе. Трудно представить какие-то другие компоновки. Но, судя по всему, двигатель внутреннего сгорания доживает свой век. На смену ему идут электромоторы. Так может, они поменяют прописку? Одна из интересных разработок будущего – силовой электрический агрегат расположен внутри ступицы каждого колеса. Это позволяет не только существенно упростить конструкцию, но и увеличить пробег без подзарядки. Ну а пока двигатель внутреннего сгорания по-прежнему самый популярный. Где бы его не устанавливали. Ну а далее, когда дорогой...